МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире программа новости 24 часа в студии Сергей Прохоров. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Ночные заморозки ударили по цветущим абрикосам. Под угрозой черешни яблоням пока ничто не угрожает. Накануне самой холодной ночи апреля. Материал Александра Добрьяна. Фанаты вне закона. Болельщикам, хулиганам могут запретить вход на матч. Подробности в репортаже Татьяна Ревизория. Врач одной из поликлиник Могилёва брал деньги со своих пациентов за фиктивное больничное. О липовых диагнозах и реальных взятках Юрия Прокопенко. Дорога будет гладкой и идеально ровной. На участках реконструкции трассы М6 началась укладка асфальтобетона. Качество покрытия проверила Галина Буро. Идея для быстрого и эффективного старта бизнеса и четвертое снижение ставки рефинансирования за этот год. От фактов к аналитике экономический обзор Анны Рублёвой. Небывалые для этого времени года морозы, которую ночь переживает Беларусь. Предстоящее не исключение. Даже сторожилы не припомнят, чтобы весна так долго не набирала летней силы. Более того, появилась настоящая угроза будущему урожаю. На юге страны так и остались пустоцветом абрикосы и другие теплолюбивые культуры. Еще один вопрос сегодня интересует не только аграриев. Нет ли опасности для сохранения посевов зерновых? Ответ искал мой коллега Александр Добриян. А вечером еще, не вечером, а днем пчелы летали. За одну ночь весь урожай абрикос был уничтожен. Опытный садовод Григорий Горкуша разводит руками. Все во власти природы. Холод не щадит ни любителей, ни профессионалов. Цветы на плантациях института плодоводства далеко не показатель урожая. Выжившие попросту могут оказаться без пестиков. Это тоже вследствие мороза. Нет пестиков, нет опыления, нет урожая. Когда мы провели срез, мы видим, что один крупный цветок, он уже хорошо развит. Здесь вот уже и сформированы пыльники. По черешне в цветковой почке порядка трех цветков. И в данном случае мы видим, что остался всего лишь один, а два других, они повреждены, просто погибли. Больше всего пострадали абрикосы черешня. Традиционные яблони, груши и сливы, несмотря на теплый март, цвести не спешили. Генетическая память предостерегала от опрометчивых поступков. Но в Гродно эти деревья уже радуют горожан цветом. Правда, садоводы этих эмоций не разделяют. Обсуждаем, что смородина еще это может... Да, вот не вся распустилась. Морозы, морозы ей пока не страшны. На всякий случай в промышленных садах готовы к критическим температурам. Такая дымовая защита оправдана только в период цветения. Для большинства белорусских садов это первая половина мая. Защитить деревья дымом можно и на приусадебных участках. Для этого сжигают растительные остатки, солому, мокрое поленье. Чем больше дыма, тем лучше. Правда, такой способ это настоящий подвиг садовода. Ведь сжечь костры придется всю ночь. Стоит ли таких усилий пара ведер абрикосов, каждый для себя решает сам. Тем, кто в эти морозные ночи не может быть рядом со своим садом, остается полагаться только на звезды. В прямом смысле слова. Лунный календарь утверждает, раньше 23 апреля на грядках и в саду делать нечего. Управителям этого года, если брать западные и восточные календари, то у нас получаются две планеты Сатурн и Марс. В астрологии они считаются планетами большого и малого несчастья. Садоводам и огородникам в этом году быть более внимательным к своему урожаю, чем в предыдущем. Потому что возможны грады, возможны засухи, возможны серьезнейшие похолодания. Еще один прогноз от синоптиков. Эта ночь может стать самой холодной и побить рекорд прошлого века. В 1981 году в Бобруйске столбик термометра тоже опускался ниже 6 градусов. Александр Добриян, Виталий Распопов и Анастасия Бенедесюк. Телекомпания СТВ. Сильные снегопады неожиданно обрушились на Украину. Под ударом апрельской стихии сразу пять областей на юго-востоке страны. Полтавская, Запорожская, Харьковская, Херсонская и Днепропетровская. На дорогах движение либо ограничено, либо вовсе запрещено. Многие водители уже успели сменить покрышки на летние. В ДТП за сутки погибли семь человек. Около десяти пострадали из-за непогоды. В некоторых районах нарушено энергоснабжение. Было также отменено обучение в школах. Александр Лукашенко обратится с ежегодным посланием к Белорусскому народу и Национальному собранию 21 апреля. Выступление главы государства состоится во время совместного заседания Палаты представителей и Совета республики. В новейшей истории Беларуси это уже многолетняя политическая традиция. Всякий раз это непременно анализ социально-экономической ситуации в Беларуси и мире, а также стратегии развития государства на ближайшее время. Я думаю, что Александр Григорьевич, как обычно, обратит внимание на экономическое развитие нашей страны в новых геополитических условиях. Ну и, конечно же, как врач, как председатель комиссии по здравоохранению. Я ожидаю, что Александр Григорьевич, как обычно, даст оценку развитию здравоохранения. Нас интересуют вопросы развития экономики, интересуют вопросы развития социальной сферы и, наверное, в большей степени развития малых городов, наших деревень. Сейчас период такой, когда, по сути дела, весь мир, да, и Белоруссия тоже, да, экономика выходит из кризиса или последующей, после этого рецессии. Надо этим моментом воспользоваться, надо вернуться на те рынки, где мы стабильно сюда работали, укрепляться на этих рынках и осваивать новые рынки. Вот это будет самое главное. Я думаю, это будет мотив наших главных посланий. В овальный зал 21 апреля приглашены высшие должностные лица, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий и средств массовой информации, а также дипломаты. Прямую трансляцию послания главы государства будут вести телеканалы «Беларусь-1» и «Беларусь-24», а также первый канал национального радио. Трансляция начнется в 10 утра. Телевизионную версию послания покажут в вечернем эфире белорусских телеканалов. Опасным болельщикам могут закрыть доступ к спортивным матчам. Сегодня депутаты приняли в первом чтении законопроект о запрете на посещение соревнований для фанатов-хулиганов. В зависимости от степени правонарушения срок действия запрета может составить от трех месяцев до трех лет. Татьяна Ревизория продолжит. Мы вместе с вами! Мы победим! Применять меры против буйных болельщиков впервые начали еще в 70-х на родине футбола Великобритании. Стафету подхватили довольно быстро. Сегодня за нарушение на стадионе зрители могут запретить посещать матчи. Причем срок запрета может растянуться на долгие годы. Во Франции и в Германии до пяти лет, в России и вовсе до семи. Разговоры о том, что в Беларуси появятся черные списки болельщиков, ходили еще зимой. Сегодня парламентарии расставили точки над «и». Нижняя палата принимает законопроект, согласно которому фанатам-хулиганам. Пусть на стадион будет заказан. В зависимости от степени правонарушения срок действия запрета может составить от трех месяцев до трех лет. Этот закон ни в чем никого не ущемляет. Он просто делает безопасное нахождение порядочных болельщиков, которые любят спорт, которые болеют за спорт. И чтобы оградить их от нецензурных выражений и каких-то таких правонарушений. А теперь разберемся. По данным МВД в Беларуси около трех с половиной тысяч активных болельщиков. Проблем серьезных с ними нет. Однако кому все-таки стоит умерить пыл? Во-первых, тем, кто любит поболеть под шофер. Попасть в базу можно за мелкое хулиганство. Либо дом, либо после матча. Боком, разумеется, выйдет использование пиротехники, а также демонстрация нацистской символики. Сегодня в списке засветившихся фанатов 130 человек. Ассоциация Беларусской Федерации Футбола достаточно плотно взаимодействует с Министерством внутренних дел. Ежегодно проходит перед началом чемпионата совместное заседание. И, собственно говоря, вырабатывается та линия поведения, которая будет приемлемой как для милиции, так и для болельщиков. Административный запрет – термин для кодекса новой. Решение о такой мере может вынести только суд. А вот списки тех, для кого игра окончена, разместят в открытом доступе на сайте МВД. На стадионе штрафников будет вычислять милиция. Прежде всего, у сотрудников милиции будут списки лиц, которым запрещен проход на спортивный объект. Второе – это визуальный контакт. И, как правило, многих болельщиков, кавычка, скажем так, сотрудники милиции знают в лицо. Ну и третье – это, конечно же, технические средства. Это, в первую очередь, системы видеомониторинга, которые оснащены видеоаналитикой, позволяющей определить из потока граждан лицо, которому запрещен проход. Работа над документом велась около года. В основе – международный опыт, адаптированный к белорусским реалиям. Все-таки болеют у нас, за редким исключением, цивилизованно. Закон должен работать на предупреждение. Кстати, если горе-фанат, получив запрет, игнорирует постановление, сухим из воды выйти удастся едва ли. Маш для такого нарушителя может закончиться административным арестом. И это уже не игра. Татьяна Ревизория, Олеся Беликова и Михаил Потягов. Телекомпания СТВ. В Ираке ликвидировали доверенное лицо. Главаря террористической группировки «Исламское государство». Военный командир был убит во время операции по освобождению Масула от террористов. Накануне появились сообщения, что был захвачен и сам Аль-Багдади, лидер экстремистской организации. Его якобы взяли в плен, когда он пытался поспешно бежать из Масула. Этот город считается последним оплотом боевиков в Ираке. Военная кампания по его освобождению длится уже полгода. За это время объединенным силам удалось ликвидировать большую часть полевого командования «Исламского государства». В Греции потерпел крушение военный вертолет. ЧП случилось в труднодоступном горном районе и унесло жизни четверых человек. Известно, что полет был плановым на границе. На борту вертолета находились пятеро – члены экипажа и наблюдатели. Выжить в этой страшной катастрофе удалось лишь одной женщине-военнослужащей. Ее доставили в больницу с тяжелыми травмами. О возможных причинах аварии не сообщается. В вооруженных силах Греции объявлен трехдневный траур. Поисковые работы продолжаются в Черном море, в районе, где затонул сухогруз с зерном. Герой арсенала. В масштабной операции задействованы две сотни спасателей, а также пожарные расчеты и волонтеры. Однако поиски продвигаются медленно из-за сильного шторма. На месте крушения нашли спасательную шлюпку, но она оказалась пуста. Температура воды, между тем, не превышает и 5 градусов. Шансы найти моряков живыми в таких условиях становится все меньше. К этому часу достоверно известно о гибели четырех человек, найдены их тела. Напомню, трагедия случилась минувшей ночью. Сухогруз направлялся из Азова в Турцию. В Керченском проливе он попал в шторм, буквально раскололся надвое и затонул. На борту было 12 членов экипажа. Россияне, украинцы, гражданин Грузии. Спастись удалось лишь одному человеку. Поставил на поток врач-хирург. Из Могилева на протяжении двух лет занимался выдачей фиктивных больничных листков. А со своих, так называемых, пациентов брал за это деньги. Теперь доктор предстанет перед судом. Все подробности у Юрия Прокопенко. Следствие установило. Всего врач одной из могилевских поликлиник выписал 117 ложных листков недурноспособности. Это предварительная цифра, которая может быть больше. Но и этих фактов более чем достаточно для состава преступления. У хирурга была своя такса. Сумма взята, кварировалась в зависимости от нужного диагноза и количества дней больничного. Здоровый человек платил от 18 до 50 рублей и на работу мог не ходить. Такой услугой воспользовались 70 жителей Могилева. Один из пациентов 12 раз находился на больничном. Из них 8 раз фиктивно. Что касается диагнозов, которые ставил доктор, то это были либо ушиб стопы, либо ушиб локтя. Соответственно, такие диагнозы, а также частое отсутствие на рабочем месте, вызвали подозрение у сотрудников кадрового аппарата одного из предприятий города, где работал один из его пациентов. Поликлиники давать комментарии по поводу деятельности своего бывшего врача отказываются до вынесения приговора судом. Первое заседание состоится уже скоро. Предварительное расследование окончено. Материалы уголовного дела переданы в суд. Предприимчивый хирург сейчас находится под стражей. Он обвиняется в получении взятки и служебном подлоге. 50-летнему мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискации имущества. Юрий Прокопенко, Василий Лосенков, телекомпания СТВ, Могилев. Качество, скорость и соответствие международным стандартам. Такими принципами руководствуются строители при реконструкции трассы М6. Работа перешла в активную фазу – укладку асфальтобетонного полотна. Смесь на объект поступает с пяти заводов. В том числе три мобильных производства развернулись непосредственно вдоль магистрали. Галина Буро – одна из первых прокатилась по идеально ровному покрытию. Дополнительные объезды, ограничения скорости 50, попутчики в виде строительной техники. Ко временным неудобствам водители относятся с пониманием. Немного подождать и почти 300 километров трассы М6 преобразятся в современную скоростную автомагистраль. При скорости 120 километров в час из Гродно в Минск можно будет доехать всего за два с половиной часа. Шина проезжей части, скрупленная обочиной, будет составлять 10 метров. Будут стоять железобетонные облоки для избежания лобового столкновения автомобилей. Этапы подготовки позади. Вот он, первый километр асфальтобетона. Пока катки разравнивают смесь. Целый штаб инженеров, лаборантов и геодезистов с помощью специальной аппаратуры следит за технологией. Дорога должна соответствовать европейским стандартам. Особое требование к покрытию. Мобильное производство асфальтобетона развернулось прямо здесь, в двух шагах от дороги. Верхний слой, это как бы наше ноу-хау, в асфальт, уже в сам смеситель, дозируется резиново-битумно-вяжущая гранулы. Это придает асфальтному покрытию эластичность и долговечность. Дорожное полотно, как торт из нескольких слоев. Толщина не менее 20 сантиметров. К тому же новая технология – подложка из геосетки. Это мировой опыт. Строители утверждают, дорога будет идеально ровной. Теорию на практике первой разрешили проверить машине СТВ. Пользуясь случаем, мы решили провести свой тест качества дороги. Во время движения наливаем в воду стакан и стараемся не расплескать. Как видим, ни одной капли мимо. Тест пройден. От укладки асфальта до инженерных сооружений на протяжении трассы возведут пять мостов, шесть путепроводов и даже подземные переходы для диких животных. А через каждые 15 километров стоянки и места отдыха. Своевременно строительство моста отличается от прежней строительства тем, что сейчас совсем по-другому у нас гидридические приборы. Есть даже спутниковый навигация. Это позволяет строить мосты с предельной точностью. О необходимости строительства современной магистрали Минсгродна не раз говорил президент. Организация движения по-новому в разы снизит аварийность на этом направлении. А еще в ближайшее время эта трасса должна стать линией притяжения для логистических центров и придорожных кафе. А это плодородная почва для малого бизнеса. Галина Буро, Анатолий Бояринцев, телекомпания СТВ, Гродненская область. Бизнес-сообщество предлагает ввести мораторий на налог на прибыль до 2020 года. Это одно из предложений, которое подготовили представители делового сообщества. Такие меры позволят предпринимателям быстрее открыть свое дело и стать на ноги. Кто от этого выиграет и почему бюджет не потеряет ни копейки, знает наш экономический обозреватель Анна Рублева. Анна, добрый вечер. Какие еще предложения по поддержке предпринимательства есть в документе? Добрый вечер, Сергей. На данный момент предложений почти сотни и они касаются всех сфер бизнеса. А пока можно сказать, что за счет освобождения от налога на прибыль бюджетные расходы можно будет сократить на 10%. Предполагается, что люди сами будут активно создавать бизнес без рисков налоговой нагрузки на этапе становления. Среди идей есть и такие, как создание электронного управления для всех структур, исключение товарно-транспортных накладных и списка документов строгой отчетности и многое другое. Свои идеи можно высказать на национальном правовом портале. Предложения лягут в основу декрета о развитии предпринимательства. О туристической и деловой привлекательности можно судить по статистике авиарейсов. Только за март в аэропорту побывали более 260 тысяч пассажиров. Это прирост на треть. Кстати, из 1800 вылетов только сотня чартерных. Итого плюс 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Белстата, огурцы подешевели почти на 14%. В некоторых магазинах эти овощи стали дешевле на четверть. Снижение продемонстрировали также томаты, сметана и некоторые банные принадлежности. Из фруктов стоимость медленно, но верно растет у бананов. Все из-за того, что в стране происхождения Эквадоре сейчас низкий сезон. Каждый третий белорус, уехавший работать за границу, был обманут. Такие данные независимого исследования. Ответы респондентов показали, что чаще всего не выполняются обязательства по заработной плате. 8 человек из 10 пожаловались на это. Не все гладко и с социальными гарантиями. 26% и 20% пожаловались на неправильное оформление документов. При этом большинство опрошенных работали за рубежом менее года и предпочли найти себя на родине. Национальный банк сегодня вновь снизил ставку рефинансирования. Теперь она составляет 14%. Таким образом, станут дешевле не только кредиты, но и ресурсы для коммерческих банков. И о торгах на валютно-фондовой бирже. Актуальные курсы на завтра. Евро 2 рубля и 1 копейка. Доллар 1 рубль и 87 копеек. Сотню российских оценили в 3 рубля и 35 копеек. Такими, Сергей, были деловые новости среды. Спасибо вам. Это была Анна Рублева с обзором деловых новостей. Привычные услуги стали доступны в цифровом формате. Компания МТС впервые в Беларуси запустила облачную платформу для создания диджитал-продуктов. Ряд проектов уже реализован. Прежде всего, сервис для слабовидящих людей штурман и услуга общественной Wi-Fi. Можно развернуть любую платформу на нашей инфраструктуре. Любая компания-партнера может прийти и реализовать это в кратчайший срок. В общем, это дает ускорение реализации новых услуг. Мы с МТС сотрудничаем с момента основания его в Республике Беларусь. Прошли вместе все этапы цифрового развития, начиная от технологий 2G, 3G и так далее. Цифровая экономика будет менять цивилизацию. Наш проект, наша платформа идет в авангарде этого процесса. И она будет стимулировать дальнейшие технические изменения к лучшему. Эту и другие технические новинки компания МТС представила публике на выставке ТИБА-2017, которая в эти дни проходит в Минске. Грандиозное шоу началось. Накануне в Солигорске стартовал первый концерт проекта нашего телеканала «Золотая коллекция белорусской песни». Шесть новых площадок, неожиданные дуэты и новое прочтение легендарных хитов. Большой музыкальный марафон отправляется в гастрольный тур по стране. Проект станет настоящим передвижным фестивалем. На сцене коллективы и исполнители, которых знают и любят. Три десятка хитов в каждом концерте. Большинство из них в свое время становились песней года. Причем в исполнении как кумиров целых поколений, так и молодых популярных артистов. Сегодня особенно концерты. И честно признаться, я вот всех композиторов, которые сегодня видел на сцене, они вот прям люди из детства. Именно в этом был посыл основной телеканала СТВ, чтобы как-то вот такой с ностальгической ноткой вспомнить те песни, которые вот звучали чуть-чуть вот раньше. Столько пригожей музыки. Вельми приемно, что мы поехали в такие великие туры. Я вельми люблю нашу белорусскую эстраду. Я белорусско-соправдная. Спасибо за все. Спасибо, что приехали к нам. Очень понравился концерт, очень хорошо. Отдохнули с удовольствием. На протяжении года в самых разных уголках страны зрители ждут любимые песни. 18 мая артисты «Золотой коллекции» выступят в Гомеле, а 7 июня в Бобруйске. И на этом у меня пока все. Репортажи, эфирное видео всех программ в любое время доступны на YouTube-канале СТВ. В студии работал Сергей Прохоров. До встречи в 22.30.